Боевая подготовка, встречи с ветеранами локальных войн, пограничного управления, знакомства с нынешними сотрудниками и возможными героями-пограничниками. Все это стало возможным для старшеклассников 11-й школы Кызыла. Учебное заведение было выбрано давно, так как школа является подшефной пограничного управления региона. Дети могут себя почувствовать уже с 1 сентября, так как специализированный класс предусматривает, кадетский класс предусматривает ношение военной формы одежды, знаков различия. Спецдисциплины, которые я уже ранее озвучил, это огневая подготовка, пограничное мастерство, основы охраны государственной границы, они также предусмотрены именно в программе, которая разработана совместно с Министерством образования и культуры Республики Тыван. 30 школьников этим летом прошли серьезный отбор в кадеты. По окончанию 9-го класса, помимо обязательных экзаменов, ребята сдавали дополнительные предметы. Также школьники продемонстрировали хорошую физическую подготовку. Конкурс был большой, на одно место претендовали двое или трое. Большинство поступивших ребят с 11-й школы, но среди них есть и дети с других городских и районных школ. Хороший так-то класс. Мне приятно, что они форму дисциплинируют обязательно. Естественно, учеба у них должна быть на 4 и на 5. Я уже не говорю там на отлично, да? На 4 и на 5. Ну и естественно, они должны быть патриотами нашей страны. Тем более, они поступили в этот класс пограничный. А как вы знаете, пограничники, они самые первые, которые стоят на рубеже нашей Родины. Белек Мангуш, услышав про открытие нового кадетского класса юных пограничников, не стал задумываться. Решил поступать. В планах изначально было учиться в вузах ФСБ, идти по стопам брата. Школьник всегда с особым трепетом относился к пограничникам. Узнав на уроках истории, что они были одними из первых, кто дал отпор врагам во время Второй мировой войны, поставил цель. Во что бы то ни стало, станет защитником рубежей. Я был очень рад, когда узнал, что поступил в этот класс. И я сейчас безумно рад, что могу учиться в единственном пограничном, в кадетском классе пограничной направленности. В планах пограничного ведомства открыть еще один подобный класс, где подростки уже напрямую могут ознакомиться с основами пограничной службы, военно-медицинской и общественно-государственной подготовки, военной топографии. По словам руководства школы, в рамках данного класса школьникам будет легче определиться с будущей профессией. Чинчи Самбуга, Рэс Хаулык, для компании «Новый век». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!